Это программа «Омск. Здесь». Двигаемся дальше. Водители омских маршрутных такси продолжают работать, несмотря на запрет властей. Но теперь «Газели» выходят на линию на вполне законных основаниях. Как-то возможно в нашем городе. И на какие ухищрения идут нелегальные перевозчики в других регионах, узнала Елизавета Василевич. Эту «Газель» пассажиры ждут на остановке специально из-за удобного для них маршрута. Хоть и мест в салоне теперь всего восемь. После запрета на пассажирские «Газели» Алексей Женбаев переделал свою машину в легковое такси. Автомобиль с шашечками госавтоинспекторы останавливают часто, но отпускают. Все документы у водителя в порядке. Я могу ставить любую табличку и ехать куда захочу и когда захочу. Спрос есть, пассажиры есть. Доход, конечно, не такой большой, как раньше был, но жить можно. У меня, например, трое детей. Идти официально за 10-15 тысяч в месяц – это не знаю. Смешно. Не нарушить, но обойти закон перевозчикам помогают коммерсанты. Чтобы запрещенная «Газель» снова могла выйти на линию, нужно около 15 тысяч рублей. За эти деньги снимут лишние сидения, наклеят шашечки и оформят лицензию. Мы набираем машины «Газели», уже переоформленные, которые за категорией на «Б». Получается, вам нужно в АГИ обратиться. Они переоформят вам машину, где-то за неделю, дни здесь сбоку. Утки, наклейки тоже будут наклеены. И, скорее всего, будет название «Совместная поездка». Чиновники, объявившие войну «Газелем», к такому ответному ходу оказались не готовы. Обеспечивать, во-первых, техническое состояние, контролировать ситуацию, чтобы, скажем, перевозчики проходили медосвидетельствование, просто невозможно. То есть у нас в департаменте транспорта рычагов нет, так же, как этих рычагов не будет и у ГДН. В Томске тоже нашли способ уйти от штрафов. Проигравшие аукцион водители одного из маршрутов вернулись на линию вопреки запрету. Свои поездки по городу они теперь называют экскурсиями. По заказному ездим, так можно. Меня поставили просто в условия такие, перевозчики наши новые. И таких автобусов только на этом маршруте с десяток. Билеты не продают, а зарабатывают на пожертвованиях по 15 рублей с пассажиров. Приписка «Культурно-развлекательное направление» позволяет работать на законных основаниях. В Челябинске перевозчики, которые не выиграли конкурс, работают по-прежнему. Теперь на их автобусах указаны направления – театральное, ученическое и научное. Названия даны по ориентирам. У кого-то микроавтобус идет до университета, кто-то проезжает мимо театра. Все, что могут чиновники, взывать к совести пассажиров и просить поддержать рублем и билетом легальный транспорт. А остальным объявить бойкот. Вот только от горожан подобной принципиальности требовать сложно. Особенно после долгого ожидания на остановке. Елизавета Васильевич, Дмитрий Головко и Анатолий Серов. Омск здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...